Добрый день, уважаемые абитуриенты и гости нашего мероприятия. Меня зовут Тимофеева Ольга Сергеевна, я являюсь заместителем начальника управления по работе с молодежью. И сегодня я хочу рассказать вам о клубе иностранных обучающихся из ПБГУ. Сокращенно мы называем его КИО-СПБГУ. Посмотрите, пожалуйста, сейчас перед вами слайд, на котором вы можете увидеть и записать в случае необходимости раздел сайта СПБГУ, на котором представлена информация о клубе, а также группа ВКонтакте клуба иностранных обучающихся и мои контакты, куда вы можете задавать свои вопросы, а также контакты председателя клуба, это наша обучающаяся восточного факультета Лейла Абдаллах. К ней вы также можете обращаться в случае возникновения каких-либо вопросов. Сейчас я хотела бы поподробнее вам рассказать о том, что такое клуб иностранных обучающихся, о том, чем он занимается. Но прежде хочу предложить вам посмотреть короткое видео. В 70 километрах от Петербурга на базе оздоровительного комплекса «Университетский» встретились иностранные студенты от Японии до Ганы, чтобы познакомиться и узнать друг друга. Представляю вашему вниманию видео. Говорят, свежий воздух меняет студенты кардинально, тем более перед сессией. Активисты студенческого совета СПБГУ и клуба иностранных обучающихся выбрались из городской суеты. Зачем? Сейчас узнаем. В 70 километрах от Петербурга на базе оздоровительного комплекса «Университетский» встретились иностранные студенты от Японии до Ганы. Чтобы познакомиться и узнать друг друга. Целью нашего выезда было приобщить, наверное, иностранцев к университетской жизни. Чтобы они оказались в поиске новых творческих идей, отдохнули и также продолжили работу. Клуб иностранных обучающихся организовывает разговорные клубы, чтобы, например, китайские студенты могли быстрее выучить русский язык. И также мы оказываем психологическую помощь, когда некоторые студенты оказываются вдали от дома, им очень тяжело, тем более, когда менталитет отличается. Молчать здесь строго запрещено. Хоть язык и главное препятствие для любого иностранца, а русский особенно. На выезде студенты рассказали о своем опыте переезда в загадочную Россию, интересах и учебе. Меня зовут Мохаммад, я приехал из Египта. Я сейчас учусь на геофаг в направлении космическая геофизика. А почему ты выбрал именно Россию? Очень интересный вопрос. Просто мне очень интересно образование в России. Особенно моя профессия здесь очень хорошая по поводу космической науки. И, конечно, еще тоже геофизика, поэтому для меня вообще был хороший выбор. Меня зовут Абдул, и я приехал из Ганы. А с какими трудностями ты столкнулся на первоначальном этапе? Конечно, русский язык, потому что это один из сложных. Чтобы помочь студентам справиться с великим и могучим и изучить родные языки студентов, организаторы устраивают разговорные клубы. На этот счет идеи есть и у участников выезда. Меня зовут Наганава Тосио, я приехал из Японии. В рамках клуба иностранных обучающихся у нас есть разговорный клуб китайского и арабских языков, но, к сожалению, в данный момент не функционирует клуб японского языка. Я был бы рад, если бы я мог организовать такой клуб для носителей японского языка и для всех желающих. Так хорошо Наганава Тосио говорит по-русски благодаря своим корням. Его мама из России, а папа из Японии. Он решил учиться в России, потому что образование качественное. Меня зовут Алина, я приехала из Приднестровья. Скорее всего, это будет что-то в моей профессиональной сфере, это что-то связано с психологией, может быть, какие-то тренинги или помощь первокурсникам в становлении. Путешествие из Петербурга в города России планирует, наверное, каждый. Вот и иностранцы рассказали нам, где хотели бы побывать помимо двух самых популярных туристических мест, двух столиц. Может быть, Хабарус. Мне интересны города Золотого кольца России, потому что там сосредоточена культура и многие архитектурные памятники, которые плотно связаны с историей России. Я был в Москве, но я хочу еще раз, конечно, тоже в Москву поехать и еще в Казань. Возвращаясь к рассказу о клубе иностранных обучающихся, хочу в первую очередь вам сказать, что главный документ, который регламентирует деятельность клуба, это положение клуба иностранных обучающихся СПБГУ, с которым вы можете ознакомиться на сайте. В первую очередь клуб иностранных обучающихся – это орган, часть студенческого совета СПБГУ, который представляет в первую очередь интересы именно иностранных студентов. Клуб является таким мостом между студентами и администрацией СПБГУ. Киев определяет потребности студентов, которые пребывают в России, в образовательной, в научной, культурной, социальной и организационных сферах, а также определяют их проблемы и, естественно, помогают с ними справиться. Деятельность клуба направлена на содействие в адаптации иностранных студентов, которые прибыли на обучение в СПБГУ. Сейчас я хочу рассказать вам о составе клуба иностранных обучающихся. Членами клуба могут являться все иностранные студенты, которые осваивают образовательные программы, реализуемые в СПБГУ. Главный орган управления клуба – это совет клуба, который состоит из представителей каждого факультета университета. В начале каждого учебного года на каждом факультете СПБГУ выбирается путем голосования представитель от одного направления, который в дальнейшем участвует в конференции клуба, на которой уже формируется совет клуба. То есть у каждого факультета СПБГУ есть свой представитель в совете клуба, который может являться таким связующим звеном, к которому можно всегда будет обратиться, но, конечно же, можно всегда обратиться и к председателю, заместителю, председателю клуба напрямую. Клуб иностранных обучающихся в своем составе имеет пять комитетов. В первую очередь это информационный комитет, главной функцией которой является распространение актуальных сведений о деятельности университета, о мероприятиях, которые проводятся в университете и других событиях. Второй клуб это социальный, извиняюсь, комитет. Это социальный, он оказывает консультативную помощь и проводит психологические тренинги для иностранцев СПБГУ, которые в первую очередь способствуют адаптации студентов. Третий комитет это правовой комитет, он работает совместно с миграционным отделом СПБГУ с целью информирования иностранных обучающихся о правилах и законах пребывания в Российской Федерации, о постановке на миграционный учет, о изменениях, которые вносится в законодательство и так далее. Четвертый комитет это комитет внешних связей, и он ответственен за то, чтобы формировать партнерские отношения и сотрудничество с национальными сотрудничествами, домами национальностей и аналогичными клубами города Санкт-Петербурга, а также иных городов. Пятый комитет это культмассовый комитет, его деятельность привлекает всех больше всего обычно, потому что культмассовый комитет ответственный за проведение социальных, культурных и общественно полезных мероприятий, которые направлены на, в первую очередь, культурный обмен, повышение толерантности среди студентов, а также повышение осведомленности интереса иностранных студентов к культуре друг друга, к русской культуре и традициям. Деятельность культмассового комитета я бы хотела раскрыть побольше, поэтому сейчас к этому приступлю. Культмассовый комитет, он в основном занимается организацией внеучебных мероприятий. Традиционными мероприятиями клуба являются неделя клуба иностранных обучающихся, разговорные клубы, мероприятия на вуз, акустические вечера, различные выставки International Students Cooperation. Поподробнее я сейчас расскажу о неделе клуба иностранных обучающихся. Это традиционный цикл мероприятий спортивного, культурно-развлекательного, творческого и научного характера. Неделя клуба длится 7 дней, и каждый день проходят разные события. Самыми важными и значимыми событиями являются, например, семинар объединения, который является такой площадкой для культурного обмена, для обмена мнениями. Именно на этот семинар мы приглашаем сторонних гостей, то есть гостей из других национальных сотрудничеств, другие клубы, и там все обмениваются мнениями, обсуждают насущные проблемы иностранных студентов и находят пусть и их решение. Также в рамках семинара объединения очень часто планируются мероприятия на ближайшее время. Очень интересным событием в рамках недели Кио является концерт Дружбы народов и выставка «Моя страна». Справа от вас есть участники, вы видите фотографию, участников концерта Дружбы народов. Это мероприятие, где всегда царит атмосфера веселья. Ребята облачаются в свои национальные костюмы, рассказывают про культуру своей страны, про ее традиции. Очень часто выступают с национальными танцами, песнями, а также представляют блюда своей национальной кухни. В рамках недели Кио также проходит, например, конкурс эссе «I've got a problem». В рамках этого конкурса студенты в формате эссе формируют такой текст, который доносит до организаторов конкурса проблемы, с которыми сталкиваются иностранные студенты. И этот конкурс также в первую очередь нацелен на то, чтобы выявить эти проблемы и в дальнейшем попытаться их решить. Также проходят экскурсии по зданию Санкт-Петербургского государственного университета, по Васильевскому острову и многие другие. И очень популярным является онлайн-фотоконкурс «Многонациональный университет». Очень популярными также являются разговорные клубы иностранных обучающихся, потому что мы понимаем, что в первую очередь ребята, пребывающие из другой страны, в Россию сталкиваются с языковым барьером. Кио организуют различные разговорные клубы. Это и французский, японский, китайский, английский, арабский и, конечно же, самый популярный – это русский разговорный клуб. Все занятия организуются таким образом, чтобы студентам было интересно. Они обучались играя, а также одновременно узнавали о традициях, истории и особенностях стран друг друга, особенностях стран, которые они изучают. Также клуб иностранных обучающихся проводит психологические тренинги для иностранных студентов. Это мероприятие регулярно устраивается для студентов, которые испытывают трудности с адаптацией, которые сталкиваются с непониманием, интолерантностью и так далее. Во время тренинга студенты в группах индивидуально прорабатывают свои проблемы. Эти тренинги ведут обучающиеся выпускники психологического факультета из ПБУГУ, а также сотрудники психологической клиники. Клуб иностранных обучающихся проводит огромное количество мастер-классов. Самыми популярными мастер-классами являются кулинарные мастер-классы. Так, например, недавно у нас был проведен мастер-класс по приготовлению блинов, масленица. И каждый участник этого мероприятия мог сам попробовать приготовить традиционное русское блюдо. Мастер-классы традиционной русской кухни, которые проводят участники КИА, конечно же, никогда не обходятся без традиционных салатов, например, оливье или селедка под шубой. Но не только кулинарные мастер-классы мы проводим. Студенты также проводят мастер-классы, например, о создании русских кукол. Вы видите фотографию. Эта фотография была сделана недавно на мастер-классе. Он проводился в дистанционном формате на площадке Zoom. И каждые участники, которые зарегистрировались на это мероприятие, были заранее проинформированы о том, что им потребуется для изготовления этой русской куклы. И все могли, благодаря нашему куратору, непосредственно смастерить самостоятельно такую куклу. Сейчас перед вами фотографии с нашего семинара объединения. Как вы видите, он проводится в формате круглого стола, где все могут высказаться, обсудить насущные проблемы и принять какие-то решения дальнейшие на будущее. Сейчас перед вами прекрасные фотографии наших студентов, которые облачились в свои традиционные костюмы. Это фотографии с мероприятия «Гружба народов». Конечно, все выступают со своими танцами, песнями, пробуют национальные блюда. И мы очень рады, что наши студенты принимают очень активное участие в подобных мероприятиях, потому что после него они могут на нем и после него всегда заводят знакомство друг с другом. И всегда у всех очень только положительные эмоции формируются после такого мероприятия. Это также перед вами сейчас кусочки, фрагменты выступлений наших студентов на концерте «Дружба народов». Это участники выставки «Моя страна». Вы видите здесь национальные блюда Туркменистана. Все желающие всегда могут их попробовать. Организаторы делятся рецептами своих национальных блюд. Также фотографии перед вами с выставки «Моя страна». Хочу сказать, что сейчас у нас в Совете клуба иностранных обучающихся есть студенты из различных стран. Это страны такие, как Греция, Япония, Китай, Беларусь, Казахстан, Туркменистан, Украина и так далее. Это все говорит о том, что любой желающий может быть членом клуба и активистом этого клуба. И сейчас я бы хотела еще рассказать про одно наше мероприятие, но, наверное, лучше меня расскажет небольшое видео. Наврус, Наурес, Наврес – это все одни и те же названия, названия одного из древнейших восточных праздников у иранских и тюркских народов. Прошу посмотреть сейчас видео. Наврус, Наурес, Наврес – все это разные названия одного из древнейших восточных праздников у иранских и тюркских народов. Отмечается он в День весеннего равноденствия. В переводе на русский означает «новый день» и символизирует обновление природы и человека, очищение души и начало новой жизни. Студенты Санкт-Петербургского государственного университета представили культуру своей родины и познакомились с традициями других народов. Наврус в стенах нашего университета проводится первый раз. Подготовка шла больше месяца, около месяца. Команда организаторов приложила все усилия, чтобы гостям была представлена культура этого праздника. И мы подготовили для вас интересную выставку и интересные выступления творческие. Истоки Навруза идут от языческого поклонения огню, что является важной частью праздника. Ведь именно огонь защищал людей от злых сил, болезней и неприятностей. Во дворах, на улицах разжигают костры и дети перепрыгивают через эти костры. Все соседи собираются вокруг этих костров и в ночь с 20 по 21 этот костер разжигается. И все соседи собираются, то есть как бы отмечают этот праздник. На утро 21 числа дети с пакетами, сумками, ходят по соседям, по друзьям, поздравляют и получают конфетки, какие-нибудь сладости. Навруз – семейный праздник. В этот день накрывают стол, символы которого не меняются веками. Обязательно должны быть 7 ингредиентов. Мясо, вода, мука, масло, крупа, соль и молоко. Этот праздник очень торжественно, очень бурно празднуется. Накрываются на столы разные блюда, явства. Сумюлек – это основное блюдо именно этого праздника. Это такая каша, которая варится из пшеницы. И она готовится буквально сутки. И вот такая получается коричневая смесь, и она очень вкусная. Именно с Наврузом это блюдо ассоциируется. Ну и также остальные традиционные блюда – это борсоки, это весь бармак, это плов. К празднованию Навруза начинают готовиться за несколько недель. Конечно, у каждого народа свои традиции и подарки. В Узбекистане, например, сами делают праздничные игрушки. Игрушка – это делается нашими мастерами, ремесленниками, своими руками, конечно же. Каждая ткань, каждый кусочек они переплетают, и получается вот такая красивая игрушка. И обычно это традиция на Навруз. И это очень считается драгоценным подарком. Студенты из Казахстана, Узбекистана, Индии, Ирана и других стран показали национальные танцы и музыку. В СПБГУ Международный день Навруза провели весело, ведь по поверьям, чем лучше встретишь весну, тем щедрее к тебе будет природа. В завершении хотела бы еще раз напомнить о том, что членом клуба иностранных обучающихся может стать каждый желающих о том, что принять участие могут в мероприятиях клуба, могут все иностранные студенты. Поэтому, если у вас возникнут в дальнейшем какие-либо вопросы, вы всегда можете адресовать их мне по указанной в первом слайде почте, а также обратиться к активистам клуба иностранных обучающихся. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...